Нагорно-заводской город. С этого начиналась летопись Барнаула. Так называется и проект по восстановлению исторической части краевой столицы. Накануне Дня города первые объекты туристического кластера представили губернатору Александру Карлину. Какие? Узнаем из следующего материала. Лестница Нагорного парка уже стала местной достопримечательностью. В социальных сетях только у ленивого нет снимка на этом фоне. 196 ступенек ведут к истории нашего города. Почти 250 лет назад здесь было кладбище. В 50-х годах 21 века открыта выставка достижений народного хозяйства. А теперь это место – настоящее украшение города. Уже прошла фотосессия. Пришли посмотреть в панораму города, сфотографироваться. Все отлично нравится, да. Особенно вечером просто супер. Нагорный парк – это один из объектов проекта Барнаул-Горнозаводской город. Потребовался год, чтобы нарезать и асфальтировать террасы, уложить плитку на смотровых площадках, установить освещение, скамейки. На все работы направлено свыше 41 миллиона рублей из краевого и федерального бюджетов. Сегодня на площадке побывали губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава администрации Барнаула Сергей Дугин. На этой лестнице красиво стоял он, дум великих полн. Это про Сергея Ивановича. Если вдруг меня на работе нет, считай, что на лестнице. Мост через реку Барнаулку по проспекту Социалистическому – также один из объектов туристического кластера. Сегодня по нему уже проехали первые машины. Прежний мост находился в аварийном состоянии. В прошлом году был демонтирован. На строительство нового потребовалось 35 миллионов рублей. Конструкция украшена чугунными перилами, расширены проезжие и пешеходные части. Кстати, работа по восстановлению исторического облика Барнаула продолжится и в последующие годы. Несколько дней назад в городе Белокурихе на самом деле решался вопрос. Быть или не быть дальше в федеральной целевой программе развития внутреннего и вездного туризма. Вот то, что мы создали по этой программе в Алтайском крае, дало доказательную базу для президента страны в принятии однозначного решения. В этом году откроется еще один мост через реку Барнаулку по проспекту Ленина. Всего на территории туркластера расположен 91 объект культурного наследия. Планируется отреставрировать 15 самых значимых в истории Барнаула. Елена Заздравных, Алексей Шаульский. Новости. 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 Новости